Прошло уже почти три недели, как коммунальщики завершили ремонтно-восстановительные работы во дворе многоэтажных жилых домов по улице Высоковольтной. Тогда местные жители рассказали, что после визита ремонтеров в неизвестном направлении с детской площадки исчез инвентарь, горка и лесенка. До сих пор вместо них лишь большая куча грязи. Местные жители с вопросом, кто конкретно производил работы, отправились в свою управляющую компанию Техрембытсервис. Однако никакого вразумительного ответа они там не услышали. Впрочем, и с журналистами работники обслуживающей организации общаться также не захотели. Получить официальный комментарий по поводу исчезновения горки и лесенки с детской площадки на Высоковольтной сотрудники нашей редакции пытались и у чиновников из городской администрации. Однако на официальный запрос ответа так и не пришло. А ведь это, наверное, муниципальное имущество, да детям радость, а теперь грязь вместо радости. Создается впечатление, что в данную ситуацию местные органы власти не собираются вмешиваться. Надо сказать, что такая практика работы уже давно стала привычкой у бригад коммунальных служб. А горожане гадают, куда и, главное, зачем из их двора вывезли детский инвентарь. Пока же получается, что местным жителям Высоковольтной остается лишь одно. Ждать, когда их будущая детская площадка войдет в какой-нибудь план по благоустройству дворов на будущий год. Хотя одна небольшая подвижка произошла. Коммунальщики вскоре после первого недовольного обращения жильцов все же убрали труп мертвой кошки с территории детской площадки.